Я, говорит, понимаю, аппарат, конечно, недорогой, нам приходилось как-то, значит, вот у контрапупливаться, как-то, значит, идти на компромиссы, ну чего-то такое, вот, значит, компоновать, ну, чтобы, тем не менее, получить, ну, хотя бы какой-то приличный звук, ну, такие смешные деньги. Это я цитирую главного разработчика сейчас компании Харман, Тодда Эйхенбаума, который рассказывает про вот этот вот усилитель, Марк Левинсон 5805, который, между прочим, в Штатах стоит 8500 долларов, недорогой, компромиссный, да? Кому и картошка гниловато, а кому и жемчуг мелок, да? И сразу, сколько у нас эта штука стоит, ребят, у нас усилитель Марк Левинсон 5805 стоит 590 тысяч рублей, вроде так звучит серьезно, но по факту, здесь у нас в России этот усилитель стоит меньше, чем где бы то ни было в мире вообще, у нас он дешевле всего, представьте себе. И, конечно, слушайте, это само по себе уже шок и трепет, но и те 8500 долларов в Америке, это тоже шок и трепет, потому что Марк Левинсон никогда не стоил таких денег, ну, то есть, там всегда был еще ноль в цене. У меня же там есть видео, кстати говоря, одно из самых популярных на канале, которые любят, видимо, смотреть Школота. Система за 20 миллионов, в которой как раз Марк Левинсон и JBL. 20 миллионов, ребята, да? И вы понимаете, что вот до этого момента самый дешевый аппарат, который был у Марк Левинсон, это был, по-моему, усилитель с индексом 585, тоже интегрированный усилитель, который стоил около ляма. Все остальное у Марк Левинсон вообще, в принципе, сразу за лям. То есть, вот эти цены, которым я пугал вас в начале ролика, для Марка Левинсон, это вообще нонсенс, это вообще не цены. За такие деньги Марк Левинсон купить нельзя, никогда было вообще невозможно. Ну, потому что тоже, давайте еще просто, что такое Марк Левинсон? Марк Левинсон, это, в принципе, ну, не знаю, синоним слова high-end, да? То есть, как раз-таки 80-е и 90-е Марк Левинсон абсолютно был вот таким олицетворением чего-то самого дорогого, самого помпезного, самого крутого в аудиотехнике. Ну, то есть, это по факту вот Rolls-Royce, да? Всем понятно, что это охренительно круто, всем понятно, что ни у кого на это бабок нет. И поэтому, скажем, вот я, когда с этим аппаратом стал возиться, поймался я на мысли, что я вот вообще реально никогда в жизни, ну, даже вот мне, в принципе, не приходило в голову как-то обдумывать вообще, в принципе, аппараты Марка Левинсона, ну, в каком-то практическом применении. Ну, типа, а не пособирать ли мне денег на Марк Левинсон, а не вот как-то, может быть, вот что-то там. Ну, потому что они даже на вторичке стоят бешеных денег. И, понимаешь, это такая же глупость, как вот ты, сидя там в хрущевке в Новокенево, сидишь и собираешь там, откладываешь зарплаты на Rolls-Royce. Нет, это так не делается. Ну, в смысле, ты не отложишь зарплаты на Rolls-Royce. Ты не купишь Rolls-Royce никогда. И Марк Левинсон, ты тоже не купишь чернь. Ну, как не купишь? Раньше не мог купить. В общем, друзья, это первый в истории человечества, первый в истории аудиофилии момент, когда Марк Левинсон выпустил... Господи, ну, вы понимаете, да, что слово дешевый в данном случае, мягко говоря, неуместно. Ну, как бы, для Марк Левинсона невероятно доступный аппарат. За 590 тысяч Марк Левинсон новый купить было до сих пор невозможно в принципе. Ну, то есть, это вот вообще не их категория цен. Опять же, они даже специально придумали новую линейку аппаратуры для этого, да, потому что у них раньше были, значит, самые понтовые аппараты. У них был индекс из двух цифр. Потом, в общем и целом, у них всегда три цифры. А здесь четыре, да, 5805. Четыре цифры, бюджетик, все доступно. Ребята, пожалуйста, вам, нищеброды. Полляма с хвостиком. Ладно, пора перейти уже к сути. Это, ой, я вот включу экранчик, да. Это охренительный усилитель. И, слушайте, в него, вы слышите? Ну, вот просто вот сразу аудиофилия. Ты переключаешь входы, и там рылешки щелкают. Да, вот сейчас, сейчас. Вот, сейчас я переключаю. Вот это, вот эти аудиофильские щелчки, блин. Я от них прямо, не смотрите, что у меня от них. Так вот, при том, что цена этого аппарата для Марка Левинсона баснословно низкая, тем не менее, в него набито больше, чем в каком бы то ни было интегрированном усилителе Марка Левинсона до сих пор. И вообще, больше, чем в большинстве интегрированных усилителей в наши дни. Потому что здесь и аналоговый тракт, причем и RCA входы, и XLR входы. И цифровой тракт, то есть там, значит, естественно, встроенный ЦАП. Причем, значит, есть USB для подключения компьютера. Есть две оптики. Два коаксиала. И есть еще супер аналог, а именно здесь встроенный фонокорректор, причем MMC, со всеми настройками. Там тебе, пожалуйста, значит, и нагрузка в омах, и все остальное. Джамперы сзади. В меню переключает гейн. О, просто все можно выкрутить в этом корректоре. Ну и вишенка, конечно, на торте. Ребята, вот посмотрите сейчас сюда. А, что написано? Да, здесь есть еще и Bluetooth. Причем это не как сейчас делают в стереоресиверах дешевых, да? Когда сунули пару платок, да, и вывели кучу разъемов на заднюю панель. Нет. Здесь реально двойное моно начинает от транса. Транс здесь вот такой вот жирный стоит. Здесь полностью два раздельных каскада, и поэтому все разъемы вынесены поканально на разные стороны усилителя. Поэтому поначалу реально тупишь, потому что от одного источника надо втыкать провод в эту сторону и в эту, в правый и в левый. Не как обычно там где-то в одно место. Ну, короче, прямо здесь все при всем, при том, все по полной аудиофилии. Не могу не дать еще немножечко лирики. Значит, первый раз я этот усилитель увидел позапрошлом году на выставке в Мюнхене, которая в этом году не состоялась. Но, надеюсь, еще будет вроде бы осенью, я обещаю. Ну, короче, неважно, ладно. Значит, короче говоря, увидел в Мюнхене, смотрел издали. Он играл как раз в JBL L100, правильно говорить, значит. Дико хороший звук. Но издали реально мне показалось, ну, какой-то невзрачный. Ну, то есть, какой-то вот, понимаете, где вот этот вот ряд вот такого же цвета железных кнопочек, как всегда на Левенсонах. Ну, то есть, такое, типа, думаешь, нет, что-то не то. Что-то какой-то вот китайский Левенсон такой, знаешь, типа, подделочка. Ну, типа, дешевый вариант. Ага. Нет, слушайте, реально живьем, когда... Понятное дело, что им надо было сделать дизайн, который бы отличался от их ужасно дорогих аппаратов. Они что-то сократили. Но, тем не менее, здесь вот, когда ты до него дотрагиваешься живьем, когда подойдешь... Ну, ребят, слушайте, значит, ну, понятное дело, что все железное, естественно. Вот это все Левенсоновское. И вот эти вот ручки. Вот, кстати, вот что хочу сказать по эргономике. Левенсоновские ручки, это вообще, это вот просто мой фетиш, я не знаю, уже в течение 20 лет. Плюс-минус у меня разное отношение было к Левенсонам, но ручки, понимаешь, причем мне всегда казалось, что они какие-то керамические. Но это, я так понимаю, точеный алюминий, при этом с какой-то вот такой вот матовой фактуркой. Как их приятно держать, как вот они прям под руку. Просто вот хочется их крутить и крутить, крутить и крутить, понимаешь. И как они... Вот это перещелкивание, это я в ходе. Рылешка. А, хороша. Громкость эта. Вот тоже он слышит, и он такой... Приятно, 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 так пощелкивает. Ну, это прям ты сразу вот чувствуешь физиологически, насколько это круто именно с точки зрения механики сделано. Ну, и слушайте, опять же. В стойке Левенсона в Мюнхене, конечно, этот аппарат выглядел, ну, таким, типа, младшеньким. Потому что у них все вот такие, да. Но если вы поставите его с любым усилителем, как бы, в этой даже ценовой категории современном, сразу понятно, кто здесь альфа. Потому что это, блин, 28 килограммов. Не 18, блин, да. Не 8. 28 килограммов. При этом он поперек себя шире. То есть 42 на 42. Обычно все усилители, ну, которые, они шире по морде, да. И здесь они в глубину, вот, ну, типа, вот столько, сколько этот Левенсон. Короче, я могу сказать, что этот Левенсон мне в стойку не влезает. Для него надо отдельную платформу, понимаете, делать. При том, что это, типа, бюджетный, как бы, удобный, как это, комфортабельный для хипстеров аппарат. Вот так вот, да. Это Марк Левенсон. И, конечно, блин, здесь все равно все как положено. Потому что, ну, вот, ребят, экранчик, да, и надписи. Вот эти, такие прекрасные, точечные, красного цвета. Как во всех Левенсонах уже, мне кажется, лет 30. Красного цвета, понимаете? Ну, а самое главное тут всегда было, конечно, звук. Причем, опять же, Марк Левенсон, ну, всегда имел определенную репутацию. Как было принято писать в журналах 20 лет назад, или, как вы любите говорить, в аудиомурзилках. Это звук, конечно, прецизионный. То есть, вот в категории хай-энда Марк Левенсон всегда стоял на позициях вот этой вот сверхточности, сверхдетальности, сверхровности. Ну, то есть, вот такой прям идеальный, именно, ну, прецизионный и подразумевает то, что он максимально технически точен. И с точки зрения цифр, и с точки зрения, как бы, того, как ты воспринимаешь этот звук на слух. То есть, вот он супер правильный, супер верный. Хай-фиделити, как он должен быть за бешеные деньги. Причем, конечно же, это отражалось еще и в том, что попробуй что-то не так сделать в тракте у себя, и Марк Левенсон тебе все это покажет. Ну, то есть, как бы, насыпь говнеца до него, и сразу все это говнецо полетит тебе в уши из хороших колонок, если у тебя на усилении Марк Левенсон, потому что он ничего скрывать не будет. То есть, это аппаратура, которая, с одной стороны, ну, дает тебе вообще абсолютный максимум того, что ты можешь услышать, с другой стороны, она ошибок не прощает. При этом, как вы, может быть, могли уже понять из моих других видео, я исповедую вообще абсолютно совершенно другой подход к звуку. То есть, мне, пожалуйста, давайте все кривое, странное, хитрое, ламповое, теплое, вот это все, чтобы оно было окрашено, ну, чтобы оно приятно текло по ушам и вот так далее, и так далее. Это вот, ну, моя концепция аудиофилии. То есть, ребята, не надо, не нужно мне этой честности, мне нужна красота, мне нужно удовольствие, тембральное наслаждение. И я по-прежнему считаю этот подход абсолютно правильным, потому что у каждого свое ухо, у каждого свой звук. И тем не менее, ребята, похоже, я дорос до Левенсена. Это вот как с вино, понимаете, знаешь, сначала ты пьешь чилийскую брамотуху, значит, потом ты пьешь нажористую Испанию, потом ты переходишь к сладкой Италии. И, конечно, венчает твой путь бургундский пино-нуар, когда ты понимаешь, что о-о-о, ничего лучше, тоньше, изящнее, точнее, просто быть не может во вкусовых ощущениях. А когда ты начинал пить чилийскую брамотуху, у пино-нуар ты оказался отвратительной кислятиной, безвкусной, которая режет десна, понимаешь, вот так же, как Левенсен. А когда ты первый раз пришел на выставку, послушал, думаешь, господи, зачем он мне пускает кровь из ушей? А потом, когда ты прошел вот эту вот всю историю с лампами, шмампами, транзисторами, резисторами и всей этой ерундой, потом ты приходишь к Левенсену и понимаешь, вау, а вот, оказывается, в чем смысл-то был жизни аудиофийской. Короче, ребята, меня с этого усилителя поломало, ну, потому что это первый усилитель Марк Левенсен, который я стал слушать реально много и внимательнее. Первый раз он мне попался, когда я слушал колонки JBL 4367, кстати, надеюсь, в скором времени выйдет видео про них, это вот эти вот огромные JBL-овские мониторы с пятнашками, по-моему, пятнашками. Ух, как они, конечно, играют. Так вот, я включил в них этот аппарат. Блин! О-о-о-о, вот-вот, в этой связке я просто прям не сидел, и у меня слеза вот здесь вот текла от желания обладать этими лопухами JBL-овскими, но там они стоят еще, по-моему, дороже, чем этот Усь, ну, или в том же районе, в общем, ни тех, ни других денег у меня нет, так что остается только плакать. Тем не менее, короче, значит, я взял этот усилитель домой на тест, и, ребята, остановим. О-о-о-о, слушайте, вот он у меня стоит уже почти месяц, и я не знаю, как, когда я его отдам, как я буду без него жить, потому что с ним все так заиграло. Причем, ребята, дайте расскажу, как шла, значит, авдиофийская ломка. Значит, я взял его домой, включил, послушал, ну, и вот эта типичная, знаете, первая реакция вот этого вот человека с неразвитым вкусом. И я тоже, в общем, был на этой стадии в этот момент, сейчас, честно вам скажу, давайте признавать свои ошибки. Короче говоря, значит, включаю это все, ну, и слушаю такой, да, ну, суперровный такой, прям вот, да-да-да, очень четенько, очень гладенько, очень как бы правильно все играет, ну, и мне прям скучно. Ну, это вот как, когда ты начинаешь пить реально тонкую Францию, ты думаешь, блин, ну, что-то какое-то все такое унылое, ну, дайте мне нажористого чего-нибудь там, горначу какой-нибудь хотя бы, да, а лучше вообще там пинатаж. В общем, короче говоря, да, значит, и я так думаю, ну, да-да-да, интересно, может быть, действительно, он такой достаточно неплохой звук, хорошо качает колонки, но хорошо бы к нему перчику. И, например, там, винил я включаю через свой корректор ER840, 834, все время забываю, как эти цифры расположены. Ну, и типа вот лампочки включаются, пошел жирок, пошла вот эта вот грязючка, вот эта вот насыщенность, думаю, о, ну вот, хорошо, хорошо. И слушаю так, слушаю, слушаю недельку, потом думаю, ну, надо еще раз послушать встроенный корректор, переключаюсь, и такой неожиданно, ой, то есть, видимо, уже, знаете, немножечко слух адаптировался к, в принципе, характеру усилителя, как он вообще, в принципе, подает музыку с разных источников, переключаясь на встроенный корректор, понимаю, насколько же он, зараза, вот четче, ровнее, правильнее, детальнее все передает, чем вот эта вот моя ламповая красота. Удар под дых номер два произошел, вы понимаете, в этот момент. И в итоге, и в итоге, вот сейчас у меня этот усилитель, ну, вот это, я бы в результате включил сюда и стример, значит, и винил, причем не с внешними переходниками там какими-то и внешними ЦАПами, нет, во встроенный ЦАП Левенсона, во его встроенные аналоговые входы, во встроенный, значит, естественно, фонокорректор все включил, и это играет лучше, чем когда бы то ни было в моей домашней системе. Опять же, в рамках моей системы, это лучший усилитель, который я когда бы то ни было слышал, при том, что к себе домой я плохих усилителей вообще никогда не приносил принципиально. Теперь по конкретике, работа с акустикой, значит, здесь 125 ватт на канал на 8 Ом, при этом он даже на 1 Ом прекрасно работает, выдает там что-то чуть ли не 300, что-то там 25 тех же ватт, ну, короче говоря, и честно вам скажу, в какие бы колонки я его не включал, проблем не было ни разу и нигде, потому что и, пожалуйста, тебе 95 децибельные чувствительности, значит, аудио нот, и и тоной, и монитор аудио, и JBL 4367, и еще там парочка была разнообразных странных, странных мистических систем. Никаких заскуков. Всегда он колонку контролирует идеально и дает ей сыграть ровно то, что она должна сыграть. Я реально заценил, как люди работают в Living Sonic, как они молодцы, как они технически умеют построить усилительный тракт. Значит, что внутри? Как я уже сказал, шокировал меня фонокорректор, потому что, ну, я вообще всегда считал, что мой AR это один из... Ну, и как, что значит, я считал? Он считается одним из образцовых, так сказать, классных фонокорректоров, то, что называется тоже не прецизионных, а референсных корректоров в аудиофилии. Ну, то есть это как бы такой столб работы Тима Дипервичини. Значит, и встроенный корректор в Living Sonic, MMMC тоже, да, на микрухе, без там повышающих трансов, без выпендрежа, реально детальнее играет, чем ER. При том, что ER сейчас, ну, вот, это уже старая модель, считайте, они уже их переделали, значит, ну, старая тянет на 100-120 тысяч, новая, по-моему, 150, а здесь встроенный. При том, что эта вся фигня стоит 590 тысяч, и корректор, который был бы лучше, чем тот, что встроен, ну, будет вам 1200 стоить, да, то есть треть этого усилителя. А здесь хороший корректор уже внутри. Это раз. ЦАП! Так, ну-ка, дайте-ка цифровой. Ой, ладно, не полезу я в эти меню. Ну, короче говоря, там куча-куча разветвленного меню, причем, кстати говоря, аппарат можно включить в сеть, в интернет, ну, проводом. Значит, и тогда ты можешь качать приложение для телефона и с этого приложения, значит, по меню лазить и все там переключать, потому что меню развитое. Значит, цифра аналоговая преобразователь здесь. Естественно, тоже за мороками. Значит, как я уже сказал, фан-корректор целиком полностью настраивайте. Там и по гейну, и по умности, по импедансу, по всему. Вот, значит, здесь, ребята, в ЦАПе есть те самые волшебные 7 фильтров. Значит, вот этот вот быстрый там фазово-линейный, какой-то гибридный. Ой, господи. И все их можно переключать, причем под каждый цифровой вход можно назначить разный фильтр. Я вам честно скажу, при этом, в который раз я сталкиваюсь с этой опцией разных фильтров на выходе ЦАПа, никогда я ни хрена не слышу разницы. И давайте дурака не валять, здесь я разница. При том, что разрешение этого тракта охренительное. Не услышал, нет, не услышал никакой разницы между этих фильтров. Ну, не знаю. Извините, простите, друзья, ее нету. Ну, хорошо, может быть, она есть. Для кого-то она есть. Все обзорщики из стереофайла пишут, что разница какая-то есть. Я не слышу, я тугоухий. Короче, тем не менее, ЦАП очень хороший. Опять же, вот на уровне этого аппарата. Да, у меня есть MyTech Brooklyn Duck, сейчас тоже, с которым я сравниваю. Он играет пожирнее, поосизаемее, так сказать. Вот, вот, прям чувствуется. По детальности одинаково. Но, у него звук, как бы, такой вот, более жирный. Но, MyTech Duck Plus, по-моему, стоит 250 тысяч рублей. Это половина стоимости этого усилителя, да? А ЦАП, который встроен в него, опять же, ну, то есть, чтобы его переплюнуть, надо потратить тоже те же 200 тысяч. А там уже внутри встроенный, при цене всего аппаратов, 600. Ну, как бы, вот и считайте. Единственное, что меня не порвало, как тузик грелку, и поэтому я даже, что я ничего не воткнул, вот эта вот дырочка. Это выход на наушники. Значит, здесь нет, не встроен специализированный выход на наушники. Прямо с преда идёт сигнал сюда, на них. И, в принципе, ну, нормально. Слушать можно. То есть, там, 650-ые Sennheiser вполне себе играют. Ну, вот, например, Odyssey LCD 2 уже всё. Уже, ну, вот прям слышно, что не раскрывает. И вот удивительный эффект, когда ты слушаешь в наушниках, снимаешь их, включаешь колонки, и понимаешь, что из колонок ты слышишь гораздо больше деталей, чем наушники. То есть, короче говоря, не рассчитывайте на то, что здесь выход на наушники какой-то ум помрачительный. Ну, ребята, вам остального, что ли, мало? То есть, вот он всё показывает, что ты должен понять про то, что до в тракте, или то, что в акустике, что умеет акустика. Всё показывает, но не обижает. И, конечно, на этом фоне я вот реально поменял своё отношение и к вот этому, в принципе, стилю звука, к этому вообще подходу, к этой концепции построения аудиотехники, вот к этой точности, к этой правильности, к этой прецизионности. Тем более, что, на самом деле, она для меня сейчас тоже стала важна, потому что я действительно оказалось, в большей части, именно занимаюсь вот оценкой, как бы, тестированием аппаратуры. И очень важно, чтобы у тебя был прецизионный инструмент, в котором ты абсолютно уверен, что он тебе не соврёт ни там, ни сям. При том, что я всегда такой концепции, как бы, сторонился, и, ну, не то, что я над ней посмеивался, а я, как бы, считал, что, ну, ребята, чего мы... Мы же не ради этого. Блин, нет ради этого. Слушайте, ну, и чтобы вы поняли, вот, вообще, как это работает, просто рассказываю, мы с моим приятелем, значит, это директор нашей музыкальной группы, собрались тут послушать разную музычку, я переключал ему разные усилители, вот, лампочку свою, там, ещё у меня тут есть пара аппаратов. Короче говоря, ну, чтобы, так сказать, немножечко поаудиофильничать с бутылочкой вина, короче говоря, слушали мы Малькольма Макларена, у него такие восьмидесятых были пластиночки, типа, хип-хоповые, и вот реакция на Левенсон, мы переключали разные усилители, и товарищи мои говорят, типа, так, не-не-не-не, давай-ка оставляй вот этот вот, вот этот вот Левенсон, потому что ты же понимаешь, на нём слышно даже, зараза, в какую сторону каждый скретч крутится. И как всегда в финале самый перчик, ребята, значит, здесь есть три режима стендбая в этом усилителе. Первый суперзелёный режим специально для вегетарианцев, специально для вот этих вот североевропейских школьниц, которые так озабочены, значит, глобальным потеплением, которые всё идёт, идёт, да так и не придёт. Значит, который отрубает в этом усилителе абсолютно всё, надо три раза нажимать на кнопку, чтобы он включился, потому что все цепи, значит, остаются без питания. Второй режим традиционный стендбай, когда, значит, все аудио цепи отключаются, а под питанием остаётся только управляющая цепь, соответственно, ты включаешь кнопочку, они, как бы, там, значит, запускают ток на аудиотракт и всё, значит, маленько там врубается. И третий режим, ребята, мой любимый, наш пацанский. Это режим, в котором абсолютно весь аудиотракт усилителя всегда находится под парами, чтобы когда ты его включил с утра, да, после 12 часов ночного сна, чтобы он сразу был в рабочем состоянии, ему не надо было прогреваться. Хотя я, честно скажу, что я не услышал какой-то разницы между, значит, его прогретым состоянием и непрогретым. Всегда он хорошо играет. Но, тем не менее, он, вот этот вот режим поддерживает его всегда в подогретом состоянии, и он реально прямо отчётливо тёплый вот в этом стендбайе. Такой ещё, тот ещё стендбай. Такую теплоту приобретает много хороших усилителей, когда они просто работают, а этот в стендбайе такой тёпленький. Ой, жрёт он в этом стендбайе 70 ватт. То есть, ничего не делай, 70 ватт давай. Вот это я понимаю хардкор, вот это аудиофилия. Да, ребята, только так.